здравствуйте дорогие ребята я бы хотел чтобы вы послушали небольшой отрывок музыкальной композиции как вам эта музыка какие эмоции она у вас вызывает а что если я вам скажу что эту мелодию написал робот в 2017 году программисты из компании яндекс алексей тихонов и иван имщиков расширили возможности нейросетей теперь она может анализировать музыкальные произведения и писать собственные композиции не похожие на исходные как же работает эта система сначала каждый слой нейронов анализирует и запоминает простые элементы из которых состоит музыка при написании музыки нейроны учитывают весь обработанный материал и на его основе создают новое произведение чтобы научить искусственный интеллект писать музыку ему скормили произведения великих композиторов моцарта бетховена скрябина в общей сложности было проанализировано около 4 гигабайт информации или 600 часов музыки благодаря этой технологии были записаны два альбома нечеловеческая музыка и нейронная оборона искусственный интеллект компании яндекс которую мы знаем как алиса кстати привет алиса привет николай проанализировала наиболее частые вопросы школьников про музыку и эти технологии и мы попробуем эти вопросы задать бас-гитаристу группы чаев наши легендарные группы из екатеринбурга двинину вячеславу алексеевичу здравствуйте вячеслав алексеевич сможет ли человек который никогда не занимался музыкой написать трек с помощью компьютерной программы сможет ли человек да конечно человек сможет если чек захочет он сможет все что угодно даже могу процитировать известное выражение может тот кто думает что может что он напишет ну при помощи опять же мышки контроллера конечно сможет понравится или это не понравится выбор за тобой насколько ты будешь стараться за сколько насколько у тебя интересные идеи почему потому что все-таки начинается все с твоей мысли насколько она интересна а как и насколько она интересна это тебе скажет твой слушатель может ли искусственный интеллект научить играть на гитаре фортепиано или любом другом инструменте значит искусственный интеллект сможет дать выдать точную инструкцию тех знаний которые в него вложены не более человеческое общение то есть общение с педагогом живым человеком слава богу еще пока не за менее но как обрабатывается музыка которую выкладывают в интернет интернет-сообщества целые которые прямо бьются с тем как это музыка скукожина ну ее же сжимают чтобы ее быстрее передавать в интернете вот и в то же время она изначально когда записана расширена цифровыми всякими улучшайзерами вот а потом сжата на самом деле процесс который вычитает один из другого но так делают может ли цифровой интеллект менять тональность или жанр песни на данный момент интеллект сам по себе не работает это все-таки идет управление пусть даже автономное управление но это те возможности которые в него вложены по крайней мере вот у меня такие сведения осталось ли сегодня живая музыка или она вся подвергается цифровой обработки всю музыку которую мы сейчас слышим в интернете в телевидении или на носителях любых начиная от пластинок виниловых которые какие магнитофоны записи снова вошли в тренды да я на это слово вот ну на всех носителях на стримовых и так далее вся подвергнута жесточайший цифровой обработки можно ли свести качественный трек если исполнители записываются в разных уголках земли сам этим не пользовался так но она есть да действительно люди пишут записываются одновременно в различных уголках нашей планеты используют интернет используют различные программы для видео аудиосвязи и которые также синхронизируются с подобными редакторами и с подобными цифровыми виртуальными рекордерами но знаете вот интересная вещь я разговаривал с теми людьми которые пытались сделать уже как бы финальный продукт пост продакшен так называемый после записи в отдельных уголках нашей планеты все равно несмотря на вот какие-то дела и компенсации несмотря на то что хорошие программы хорошие компьютеры хорошие железо которое конвертирует аудиосигналы все равно собирается это в одном месте и после того как это все сделано онлайн все это загружается и уже редактор аудиоредактор там миксинг какой-то режиссер пост продакшен режиссер они все это монтируют и знаете зачастую это бывает не так быстро какое оборудование вы используете для создания музыки классическая или аналоговая конкретно вот группа чаев мы используем очень достаточно много аналогового оборудования достаточно посмотреть за моей спиной стоит вот такой вот стол который вполне очень легко заменяется ваших программах здесь у нас конечно немножко немного дороже присутствует но тем не менее вот вы увидите сейчас скажем так виртуальную консоль правда в ней всего пять фейдеров здесь чуть-чуть побольше но эту консоль можно нарастить и до 200 фейдеров это уже не нарастить это будет работать наверное да еще долго проработает это уже скажем так скрипит на едет поэтому чтобы она не скрипела приходится ее смазывать отличается ли живой голос от того который перенесен на компьютер даже если его не обрабатывали отличается к сожалению отличается вот даже вот сейчас вот когда вы запишите это интервью вы поймете что на вашем носителе я звучу гораздо хуже чем звучал живьем почему потому что при живом общении при живом выступлении еще исходит плохонькая но какая-то энергетика а если она соединяется со слушателем происходит называемый обмен энергии это самое главное это между прочим подпитка нашей жизни вячеслав алексеевич чтобы вы пожелали молодому поколению я вам желаю искать на просторах всех книг интернета в том числе общение с людьми искать то что вам интересно находить проверенные сведения читайте книжки все относительно все складывается из большого количества того что вы увидите услышите узнаете будете решать можете вы это или не можете спасибо вячеслав алексеевич довольно скоро робот сможет создать шедевр или написать симфонию но и творческое начало человека останется чем-то большим чем система связанных нейронов созданная алгоритмами у каждого свои предпочтения и у каждого есть право выбора а также у вас есть право выбора определить своей будущей профессии эти специальность и в будущем посвятить себя обучению и развитию искусственного интеллекта спасибо ребята всем хороших оценок и весеннего настроения